Детальнее о ситуации на фронте поговорим с членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и оборонной разведки Фёдором Венеславским. Фёдор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Фёдор Владимирович. День добрый. По сообщению британской разведки, основным направлением операции России остаётся северо-донецко-лисичанский карман. Что происходит на Изюмском направлении? Какая вообще в целом сейчас ситуация на Донбассе? Ситуация сложная. На Донбассе сосредоточено максимальное количество батальонов токийских групп, которые пытаются полностью захватить территорию Луганской и Донецкой области, оккупировать. В районе северо-донецко-лисичанско таких батальонов токийских групп около 50 и около 20 в районе Изюма, тоже по направлению на Славянск, на Барвенково. То есть замыслы врага остаются неизменными, они пытаются их достичь любой ценой и путём любых потерь, но мы это понимаем, это делает эту задачу для врага очень тяжело реализуемой, практически нереализуемой, а наши вооружённые силы максимально эффективно противостоят таким замыслам врага. Сейчас действительно, после того, как тактически необходимо было оставить северо-донецк, главные усилия расистов сосредоточены на попытке окружения наших вооружённых сил в районе Лисичанска. Они пытаются захватить трассу Бахрут-Лисичанск, но наши силы обороны очень эффективно этому противостоят, и враг отходит от тех позиций, на которых он стоял даже, и любые атаки на данный момент его не удаются. Но ситуация реально тяжёлая, мы это все прекрасно понимаем. Петр Владимирович, можно ещё одно уточнение? Вы сказали о том, что сейчас на Донбассе сосредоточено порядка 50 батальонно-тактических групп, это порядка 25 тысяч человек, насколько я понимаю. И вот британская разведка говорит о том, что у них сейчас, у оккупационных войск нехватка силы, они будут задействовать, привлекать резервистов, которые выполняют задачи по охране тыла. Вот как вы в целом оцениваете сейчас боевой дух противника нашего? Знаете, тут нужно тоже быть реалистами. Боевой дух, он реально на низком уровне, но тем не менее, оккупанты проводят набор, в том числе на те направления, которые вы озвучили, на тыловые направления, в различных регионах Российской Федерации. Они проводят набор добровольцев для того, чтобы и Росгвардию свою доукомплектовать, и силы правопорядка, то есть полицию для оккупированных территорий. Они их там пытаются привлекать и денежным вознаграждением, и социальным пакетом. И по данным разведки, есть желающие для того, чтобы вот эти функции в тылу оккупационной армии, оккупационной власти выполнять. То есть желающие есть, но на переднем крае, вне всякого сомнения, боевой дух достаточно низок. Враг пытается, ну, военнослужащий пытается любыми способами избежать участия в прямых боестолкновениях. И продолжают ту методику, которую они избрали в течение последних нескольких недель, практически месяцев. Это массированные артиллерийские удары по территории наших вооруженных сил, там, где дислицируются наши вооруженные силы. И только тогда, когда вот эти массированные вооруженные артиллерийские удары позволяют заходить уже разведгруппам, там, пехоте, они тогда это только реализуют. Но как только наталкиваются на сопротивление, а оно практически всегда, они сразу отходят. То есть поэтому тут, знаете, тактика, она не изменилась. Тем не менее, количество и живой силы, и техники, оно все еще остается очень большим, потому что, ну, если считать отдельно, на территории Луганской, Донецкой области, на 50 батальон токийских групп, плюс 20 на Изюмском направлении, плюс резервы, это получается достаточно сильно еще и в количественном составе, и в вооружении группировки врага на нашей территории. Ну, то есть они пытаются брать количеством, не считаясь потерями, как я понимаю. Вот такой вопрос к вам еще. Сейчас многие с тревогой смотрят в сторону все-таки Белоруссии. Именно с ее территории, с ее воздушного пространства российские военные наносят удары по Украине. Ну, к тому же Путин, вот, пообещал модернизировать самолеты самой Белоруссии и передать ей скандеры, способные нести даже ядерные боеголовки. Но, как мы все понимаем, все-таки главное желание Путина – это втянуть Белорусь в войну. Для него это, как минимум, 15 тысяч дополнительных штыков. Вот здесь буквально в последние дни мнения экспертов разделились. Одни считают, что дожать Лукашенко для Путина – это только дело времени. Другие, что для Лукашенко – это смерти подобное. И он сам это понимает. Как, по вашему мнению, могут развиваться события? Путин, конечно же, пытается втянуть Республику Белоруссию в сухопутную войну. Но, несмотря на то, что уже Республика Белоруссия является агрессором, поскольку в своей территории наносятся и авиационные, и ракетные удары, в свободную войну Лукашенко пока себя не позволял втянуть. По данным нашего главного управления разведки, действительно, с территории Белоруссии в ближайшие дни будут продолжать наноситься удары ракетные и авиационные. Это имеет под собой две цели. С одной стороны, расстояние подлета ракет, и особенно баллистических ракет, с территории Республики Белорусь, значительно ниже, тем более по западным регионам Украины, чем с акватории того же Каспийского моря, Черного моря, Азовского, и тем более с территории России. С другой стороны, вот такая массированная авиационная и ракетная атака на территории Украины, она именно преследует цель втянуть Республику Белорусь, получив ответ от вооруженных сил Украины, поскольку с точки зрения юридической мы можем отвечать по тем объектам, которые ведут на нас огонь. Но мы это прекрасно понимаем, и наши войска противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, понимая тоже эту угрозу, сейчас пребывают в таком состоянии, в котором они могут очень быстро отреагировать на данные действия. Поэтому, если резюмировать ваш вопрос, я отношусь ко второй группе людей, экспертов, которые считают, что вероятность вовлечения Республики Белорусь, вооруженных сил Республики Белорусь в сухопутную агрессивную войну против Украины, она остается все еще низкой, поскольку действительно это будет означать конец режима Лукашенко, и он это прекрасно сам понимает. Давайте вернемся к ситуации на фронте. Какая сейчас обстановка в южно-операционной зоне? В южно-операционной зоне враг пытается укреплять свои позиции, то есть это Запорожская, Херсонская области, не допустить возможность нашей контр-атак. В каких-то активных боевых действиях, имеется ввиду наступательного характера, враг не предпринимает. За небольшими исключениями, где он пытается улучшить свое тактическое положение, занять господствующие места, которые позволяют более эффективно строить линию обороны. Но тем не менее и южная часть Украины, это Одесская, Херсонская область, Запорожская, они остаются объектами ракетных обстрелов Российской Федерации. К сожалению, опять же, очень многие сиреные пункты находятся в зоне поражения реактивными системами залпового огня и даже артиллерии. И эту возможность враг использует. Он продолжает обстрелы и Николаевской области, и из реактивной артиллерии, с вольной артиллерии и на Херсонском направлении. Но тем не менее, каких-то существенных изменений на этих участках нет. Вот по информации оперативного командования ЮГ, продолжаются активные военные действия на острове Змеиной. У нас получается не дать врагу закрепиться на этом острове? Ну, учитывая то, что остров Змеиной в эпицентре военно-вооруженных действий, военных действий на протяжении последней недели, можно утверждать, что врагу очень сложно попытаться оставлять там свой гарнизон личного состава, поскольку наши вооруженные силы при помощи и артиллерии, и ракетных обстрелов практически уничтожают все, что находится из вооружения на острове Змеиной. Поэтому я думаю, что остров немножко изменил свое тактическое значение и стратегическое значение, особенно после того, как было разрушено укрытие вражеских кораблей за так называемыми войсками черный мост, нефтегаз, войсками «Бойко». Сейчас значительно сложнее им и подходить к острову Змеиной, и их суда находятся в зоне, скажем так, возможного поражения нашими средствами противокорабельными и даже реактивными системами залпового огня. Поэтому я думаю, что враг на Змеином долго точно не задержится, и эта территория Украины будет освобождена. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Федор Венеславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, был в эфире проекта Freedom.